Сегодня пчела выехала в Ашу. Дело в том, что на днях региональное министерство экологии приняло решение о расторжении контракта с регоператором горного кластера МУП Комрит Сервис. Многочисленные жалобы жителей, низкая собираемость платежей и проблемы с вывозом мусора – все это позволило признать работу предприятия неудовлетворительной. Почему это произошло и какие будут последствия – давайте разбираться. Ну, я вот, получается, живу на Ленина 4, где пятерочка. Все время хожу мусор выкидывать, там постоянно все в мусоре. Пакеты переполнены, эти контейнеры, точнее, там он один. Раньше их несколько было, сейчас и один. И его как бы недостаточно. Там, получается, моя бабушка живет, у нее с кухней, то есть мы сидим, кушаем, вот прямо перед ней вот эта мусорка тоже вся полная. В этом году удивились мы, конечно, что очень столько мусора, ну, не вывозят просто. Ну, переполнены баки, вокруг мусорных баков валяются целые горы мусора, это да. Часто не только вот, где я жила в моем районе, часто проходишь другие дворы, то же самое. Скапливается и рядом с контейнером, и в контейнерах скапливается везде. Мы живем по Ленина 7, и у нас там есть женщина, ну, просто у нас очень рядом, близко к жилым домам, и поэтому женщина очень часто звонит, просит, чтобы вывезли. Да пусть вывозят, и все, больше мне ничего не надо. И я думаю, и остальным так же, никому ничего больше не надо. Вывозите мусор, и все будет, все счастливы будут. Странно получается, почти все люди, которые встретились нам на пути, утверждают, что они исправно оплачивают счета за вывоз мусора. Хотя Минокология утверждает, что в горном кластере одна из самых низких собираемости платежей. Возможно, жители немного лукавят, не понимая всей степени собственной ответственности. А в итоге получают вот такие горы неубранного мусора. Особенный дискомфорт это доставляет сейчас, когда в Челябинской области стоит аномальная жара, и запах тут, поверьте, ужасный. Но некоторые жители все-таки честно признались, что не платят. Я не скажу за всех. Откуда я могу за всех сказать? Я не плачу. А почему у вас такая позиция? А за что мне платить? Вот за что платить? Видите? Я не буду платить, пока не будет регулярной уборки. Когда будет регулярная уборка, я буду регулярно платить. Но регоператору же тоже надо средства откуда-то брать, чтобы, например, машины сюда отправлять. Я не знаю вам, как ответить на этот вопрос. Пускай как хотят, так и ищут. Плохая собираемость – проблема серьезная, но не единственная. О причинах кризиса рассказал директор комрессервиса Михаил Итальев. Полтора года отработали, пришли выводу, что с данным тарифом, в данной ситуации, и мы теперь понимаем, какие сложности при транспортировании имеются. Это горный рельеф, трассы пять, которые вечно перегружены, и зимой блокируются из-за каких-то погодных условий. Эти все риски дополнительно влияют на качество оказания услуги. Соответственно, вот мы отработали уже две зимы, второе лето пошло, и мы понимаем, что в данном случае здесь все-таки в таком тарифе мы не совсем укладываемся. Новый регоператор когда зайдет, планируется зайти с нового года, поэтому до нового года мы планируем работать и призываем всех жителей и также платить по тем квитанцам, которые к ним приходят. И даже, может быть, есть смысл, раз будет новый регоператор, то если какие-то должности у людей есть, то их погасить. Нам удалось встретиться с главой Ашинского района Виктором Лукьяновым. Он рассказал, что сейчас справляются своими силами. Возят мусор на Ашинскую свалку, а регоператор забирает его оттуда и доставляет в район Садки на полигон. Также глава подчеркнул, что с такими низкими тарифами не справится ни один регоператор. Когда изначально, когда мы рассматривали тарифы на эти услуги, почему-то тариф на горно-заводском кластере был ниже, чем в других кластерах. Хотя, в общем-то, здесь, если сравнивать дороги и передвижение, здесь намного тяжелее перевозить все эти твердые коммунальные отходы. Разрабатывает тариф региональный оператор и представляет на рассмотрение в Министерство по тарифам и энергетике. Ну, я не знаю, почему так получилось, что утвердили такие тарифы для нашего кластера, которые, в общем-то, на сегодняшний день убыточные. Изначально регоператор направлял в Министерство тарифного регулирования расчеты, которые покрыли бы все расходы. Но ведомство посчитало предложенный тариф завышенным. Законы экономики никто не отменял. Чтобы качественно работать, нужно иметь на это средства. А в условиях, когда тариф не покрывает расходы, да еще и по нему жители не платят, глупо надеяться на то, что вокруг будет чисто. Да еще и обратная связь не была налажена. Комридс-сервис открыл свой абонентский отдел в Аше только через полгода после того, как начал работу. Люди не видели обратной связи, а вот мусор видели. Кто будет новым регоператором, пока неизвестно, но ясно одно, что ему придется учесть ошибки предшественника. Теперь положите на какие-то противоположные Massachusetts то, что оно хватает worn в 86 тысяч долларов . Вставил Законные вместе с Венделной lives